Многие знают, что пить воду с лимоном чрезвычайно полезно и правильно, но 95% населения не смогут сказать, какую именно пользу можно получить, поэтому не употребляют этот напиток. Что лимон дает организму? Как правильно приготовить воду, когда нужно ее пить и какие функции организма она приведет в порядок? Мы расскажем в этом видео. Но прежде чем продолжить просмотр, просим вас подписаться на канал, чтобы вы не пропускали новые полезные материалы, а наша команда в свою очередь будет делать все возможное, чтобы оправдать ваше доверие. Лимон – это сокровищница витаминов, органических кислот и микроэлементов для нашего организма. Ведущие диетологи советуют употреблять воду с лимоном сразу же после пробуждения, поскольку она активирует работу всех внутренних органов, налаживает все системы и выводит токсины, что уже само по себе является отличной профилактикой против многих болезней. Если у вас нет аллергии и противопоказаний к лимону, пить эту воду разрешено, и даже нужно! Какую пользу приносит употребление лимона? Этот напиток выполняет массу полезных и важных функций в вашем организме. Стабилизирует баланс PH. Благодаря витамину С и П он тонизирует весь организм. Улучшает работу ЖКТ. Выводит токсины, шлаки и продукты распада. Способствует омоложению всех клеток организма, в том числе и кожи. Нормализует работу почек и выводит токсины из печени. Снимает воспаление. Улучшает иммунную систему. Помогает справиться со стрессами и депрессиями. Стабилизирует работу сердечно-сосудистой системы. Устраняет боли в мышечных тканях после тренировок. Нормализует эластичность сосудов. Нормализует показатели сахара. Омолаживает кожу и освежает дыхание. А еще этот напиток помогает вам бороться с лишним весом благодаря содержанию в его составе пектинов, которые подавляют чувство голода. Также в составе лимона есть элементы, которые ускоряют обмен веществ в организме, нормализуют работу ЖКТ, а аскорбинка разрушает уже имеющиеся жировые отложения. Вот такой коктейль из полезных свойств можно употреблять каждое утро. Но несмотря на все преимущества, при неправильном употреблении можно нанести здоровью ущерб. Например, при возникновении боли в животе необходимо прекратить прием воды и проконсультироваться со специалистами. Важным нюансом являются мочегонные свойства лимона, поэтому нельзя употреблять только ее, чтобы не обезвоживать организм. В течение дня обязательно употребляйте чистую воду, фруктовые и овощные соки, черные и зеленые чаи. Также постоянное употребление такой воды в чрезмерных обильных дозах может привести к увеличению чувствительности зубной эмали из-за содержания в ее составе фруктовой кислоты. Лучше всего пить напиток через трубку, и после каждого употребления прополоскать рот чистой водичкой. Есть ли у лимонной воды противопоказания? Да, они есть, но их немного. Перед употреблением курса лимонной воды рекомендуется проконсультироваться с гастроэнтерологом и убедиться, что у вас все в порядке с желудочно-кишечным трактом. Воду нельзя употреблять при нарушениях в работе ЖКТ, язвах и гастритах с высокими показателями кислотности. В этом случае при употреблении такой воды вы будете каждый раз испытывать легкую боль в животе. Заболевание почек. Из-за наличия в составе лимона витамина В он оказывает сильный мочегонный эффект. Зубная сверхчувствительность. Если при употреблении лимонной воды вы ощущаете неприятное послевкусие, возможно, ваша эмаль начинает разрушаться. Стоматит. Если на слизистой оболочке рта имеются ранки, то лимонная вода большой кислотности будет приводить к раздражениям и усугублению заболевания. Индивидуальные реакции на лимон. Если у вас аллергия на этот фрукт, могут начаться высыпания на коже, зуд и жжение. Какую воду выбрать? Важно помнить, что для приготовления этого чудодейственного целебного напитка надо выбирать только теплую воду. Она не будет долго находиться в желудке, быстро увлажнит его стенки, выведет вредные токсины и шлаки из организма и подготовит его к ежедневной работе. Если вы решили использовать воду из крана, необходимо обязательно отфильтровать и настоять ее. Лучше всего употреблять обычную питьевую воду, либо же столовую минеральную воду. Если я буду пить воду с лимоном каждый день, какие ждать результаты? Врачи рекомендуют употреблять такую воду ежедневно за несколько минут до завтрака, либо же добавить еще один прием воды перед обедом. Некоторые утверждают, что очень полезно употреблять напиток за 1-2 часа перед сном, чтобы во сне организм очищался. Оба мнения являются правильными. Как сделать хорошую лимонную воду? Для начала давайте обсудим ключевые нюансы ее употребления и сформируем четкий план. Для начала надо пить такую воду сразу после пробуждения. Один стакан воды поможет запустить работу ЖКТ. Готовить лимонную воду надо сразу перед употреблением. Впрок делать это не рекомендуется, поскольку за пару часов она потеряет свои полезные свойства. Воду необходимо брать комнатной температуры или слегка теплую жидкость. Холодную воду категорически не рекомендуется использовать, поскольку это может привести к спазмам. Надо обязательно покушать через 20 минут после каждого стакана лимонной воды. Она спровоцирует ускоренную выработку желудочных соков, поэтому прием пищи должен быть питательным. Белковые сытные завтраки отлично подойдут. Напиток надо пить только через трубочки, так как при постоянном воздействии на эмаль аскорбинка со временем ее просто разрушит. Стандартный рецепт приготовления. В стакан теплой воды необходимо положить 2-3 ломтика лимона и выждать 5-10 минут, пока лимон передаст воде все его свойства. При необходимости можно долить холодной воды и медленно выпить всю емкость. Это облегченный вариант напитка, который можно употреблять даже людям, которые имеют заболевание ЖКТ. Лимонная вода с имбирем. Такая вода еще лучше способствует похудению благодаря комбинации свойств имбиря и лимона. Как приготовить? Наливаем 200 мл кипятка в стакан, кладем 1 см корня имбиря и настаиваем в течение 10 минут. Затем добавляем в напиток 1 ложку меда и 1-2 ломтика лимона. Кстати, перед тем, как добавить лимон, необходимо остудить напиток до комнатной температуры. Лимонная вода с медом. Если вы любите сладкое и не можете пить чай без сахара, в такой напиток можно добавить ложку натурального меда. На стакан воды используется 1 ложка меда, которая поможет очистить организм еще интенсивнее и улучшить работу иммунитета человека. Лимонная вода с петрушкой. Это настоящая жиросжигающая бомба, которая имеет очень низкую калорийность, всего 3 килокалории на 100 граммов напитка. При этом напиток будет еще и эффективным мочегонным средством. Чтобы приготовить его, необходимо измельчить 100 граммов петрушки, выдавить сок 1 лимона и все ингредиенты смешать в стакане воды. Пить такой коктейль необходимо на протяжении 5 дней с утра перед завтраком, после чего сделать 10 дней отдыха. Это отличная профилактика язвы и гастрита, а также суперпомощник в борьбе с лишними килограммами. Этот напиток улучшает и стабилизирует иммунитет и прекрасно утоляет жажду в организме. Рекомендуется употреблять его в сезон простуд, в зимнее, осеннее и весеннее время. Вода с зеленым чаем. Для приготовления этого напитка нужно взять немного зеленого чая и залить его стаканом кипятка. Завариваем в течение 15 минут, достаем листки чая или процеживаем напиток и остужаем воду и добавляем в нее свежий сок из одного фрукта лимона. Это очищающий напиток, который пить можно ежедневно на голодный желудок. Уже через недельку ваша кожа получит здоровый оттенок, и работа всех внутренних органов стабилизируется и улучшится. 12 причин, почему необходимо пить лимонную воду ежедневно. Такая вода содержит массу полезных веществ. Лимон чрезвычайно полезен для человека, благодаря вхождению на химическом уровне витаминов А, В, С и П, железа и других микроэлементов. Одним из них является калий, который нормализует работу головного мозга и ЦНС организма. Вода нормализует ЖКТ и функции печени. Один из самых полезных для организма эффектов, который даст вода с соком, лучше всего, если после употребления воды вы не будете кушать на протяжении 15-20 минут. Сок окажет позитивное воздействие на желудок, поможет избавиться от изжоги, уберет газообразование и защитит вас от метеоризма. Если говорить о печени, то и вода, и лимон работают в комбинации. Вода поможет вывести токсины и шлаки из печени в том числе, а лимон будет провоцировать выброс токсинов, которые вода будет выводить. Помощь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теплая вода с лимоном помогает очистить сосуды и артерии от атеросклерозных бляшек и тромбозных образований. Благодаря этому существенно снижается риск появлений заболеваний сердца. Очистка крови при помощи воды с лимонным соком. Благодаря очистке сосудов улучшается работа сердца и качество крови становится выше. Это свойство лимона часто используется даже в классической медицинской практике при малярии и даже холере. Такой напиток – это один из самых эффективных методов борьбы с высоким артериальным давлением. Вода поможет смягчить сосуды и сделать их эластичными, расширить протоки и в целом понизить давление в сосудах. И это кроме того, что в организме стабилизируется показатель содержания сахара в крови и уровня вредного холестерина. Лимонная вода позволяет выводить шлаки. Важнейшая функция – это вывод вредных микроэлементов из организма. Вместе с нормализацией и стабилизацией работы ЖКТ и кишечника лимонная вода ускоряет метаболизм, улучшает общее состояние организма и улучшает самочувствие и настроение человека. Помощь при простудах. Вода с соком чрезвычайно насыщена минералами и витаминами. Состав воды активирует защиту организма и помогает справляться с простудами и инфекциями. От симптомов болезни, которые уже проявились, лимон не сильно поможет. Зато регулярное питье такой воды поможет защищаться от простуды. Если все же вы столкнулись с лечением ангины, то вода с лимоном поможет укрепить иммунитет. Лимонная вода поможет укрепить иммунную систему. Этот напиток замечательно укрепляет иммунитет, что остро необходимо делать в зимний и осенний период, когда бактерии и инфекции поджидают нас за каждым поворотом. Лимон насыщен витамином С, активирует иммунитет и защищает нас от вирусов. Аскорбинка в лимоне находится в легкоусвояемом виде, но она не накапливается в организме, поэтому употреблять ее необходимо ежедневно. Лимонная вода поможет улучшить кожу. Мы уже говорили, что лимон выводит шлаки из организма, и это очень важно для кожи человека, ведь при наличии токсинов кожа не может выглядеть хорошо. Так, постоянное питье лимонной воды – это залог матовой и здоровой кожи. Витамин С поможет омолодить кожу изнутри и защитить ее от любых пигментных пятен. Этот напиток поможет освежить дыхание. Благодаря сильному вкусу и запаху, сок лимона легко маскирует зловонный запах изо рта и позволяет в течение долгого времени сохранить свежесть. Лимонный сок без смешения с водой может разъесть зубную эмаль, а вот в комбинации с водой он даст очень щадящее влияние на дыхание и организм человека. Помощь в борьбе с лишним весом. Эффективная и систематическая работа ЖКТ улучшает метаболизм и нормализует весь организм человека. Аскорбинка борется с жировыми отложениями и расщепляет липидные клетки. Более того, во многих диетах лимонная вода рекомендуется к использованию по утрам сразу после пробуждения. Это многократно повышает эффективность любых нагрузок и тренировок по сжиганию жировых клеток. Помогает держать организм в тонусе. Благодаря наличию в составе воды с лимоном витамина по ИЦ, общий тонус организма и функциональность человека улучшаются. Стакан воды сможет взбодрить организм лучше, чем чашка крепкого кофе, а с учетом отсутствия в нем кофеина он многократно полезнее. Вода с лимоном улучшает настроение Одним из важнейших свойств является улучшение настроения. Ученые доказали, что вода с лимоном защитит вас от тревог, стрессов и переживаний, сделав эмоциональное состояние стабильным. Если регулярно пить такую воду, можно поддерживать хорошее настроение круглые сутки в течение всей недели. К тому же лимон позитивно скажется на состоянии нервной системы и искоренит депрессию в зародыше. Это все, что мы хотели поведать вам сегодня на эту тему. На канале вы сможете найти видео о пользе овощей и фруктов, о болезнях и способах их лечения, а также о всем, что связано с садом, домом и огородом. Поэтому просим не забывать подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще будем благодарны. Если понравилось видео, поставьте ему лайк и поделитесь видео со своими родными, близкими и друзьями. До скорых встреч!